Трактат Бабакама 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 И это идет, почему? По мнению Хахами. Хахами говорят, даже если бык зашел на чужую территорию и там забодал своими рогами, это для него необычно, и все равно он платит всего лишь половину. Как мы и дальше пойдем, правило такое. Бык, который ходит на улице и что-то съел, травку съел, что-то разбил, он не виноват, его хозяин не платит. Почему? Обычно бык, кто что ходит, по дороге лежит, ломается. Но если он зашел кому-то на поле и там сел и растоптал, там хозяин на чужом поле должен будет заплатить ущерб полностью. С рогами наоборот. Рогами, если он забодал на улице, тогда он платит половину ущерба, когда он ходит по общественному месту. Дальше. Пять, теперь мы сказали, пять подразделений или пять видов этого ущерба, когда наполовину. Муад не зашел. Пять видов теперь, когда на самом деле он платит, он считается уже бодливым и платит полностью весь ущерб. Вопрос был такой. В одном здании, билдинге увидели змею. Тогда позвали сразу все другие здания, которые были вокруг, они стали тоже испугались. Позвонили человеку, который ловит змей. Он пришел, поймал эту змею, потом сказал, заплатите мне за мои услуги. Теперь люди, которые жили в этом билдинге, где была змея, они сказали, окей, мы заплатим, но все остальные тоже должны заплатить. Они сказали, нас извини, это было в вашем здании. Вы сами должны платить. Они сказали, да, но вы же все тоже боялись, потому что змея, несколько, через пару минут может перейти с одного здания в другое здание. Кто должен платить? Скорее всего, должны будут платить все здания, которые были вокруг, которые опасались этого змея. Как бы там ни было, бык, который уже бодливый, один, два, три раза бодал, его хозяина предупредили, и он не следил за ним, не охранял его, будет платить полностью ущерб. Кто это? Мы сказали, обычно животное ест то, что он ест, бык видит травку, бык будет кушать. Как мы сказали, обычно нога животных по дороге, то, что под ногами, разбивает животное, не будет обходить, чтобы эти чашки или стаканчики, которые там есть, их разбивать. Кроме этого, мы сказали, бык, который был спокойный бык, но три раза бодал, уже считается он бодливым быком. Теперь говорит Марая. Дальше. Следующая категория из этой группы пятерых, что это бык, который зашел на территорию чужого человека. Там он забодал, Раби Тарфон считает, что он говорит, что обычно бык на чужую территорию не заходит, и там не бодается. Но если уже зашел, забодался, Раби Тарфон говорит, что он заплатит полный ущерб. Хохамин говорит, что 50%, он говорит, что будет платить полный ущерб, это считается Керин Бешута Низак, плодится полный. И дальше Ви Адам, и пятый человек, категория которой всегда бодливый, считается человеком. Он всегда наносит ущерб, и спит, и не спит, и так далее. Это Шмуэль. Поэтому по мнению Шмуэля наша Мишна делится на двух мудрецов. Реша, Рабанан, Весефа, Раби Тарфон. Начало Мишны идет по мнению Хохамин, а окончание Мишны идет по мнению Раби Тарфон. Хотя обычно мудрецы всегда стараются, чтобы Мишна была по мнению одного мудреца. Это объяснение Шмуэля нашей Мишны. А Рабина объясняет по-другому, он говорит, Кула Рабананги. Вся эта Мишна идет по мнению мудрецов, и он объясняет немного по-другому. Опять, начало Мишны говорит так. Там Хацинесик. Простой животное. Пять из них, пять видов, пять категорий. Половина ущерба. Как мы сказали до этого, уже Хамиша, Тамин, Ве Хамиша, Моадин. Пять спокойных и пять бодливых. Обычно животное спокойное, оно не бодается, оно не пинается, оно не толкается, оно не кусает, и оно не раздавливает что-то. Это, когда это все случилось, хозяин платит 50% ущерба. А все они являются подразделением ущерба рогами. Но если это уже случилось один раз, два раз, три раз, это животное бодалось, кусалось, пиналось и так далее, то тогда после трех раз оно считается бодливым. И если оно все это сделало уже в четвертый раз, хозяин будет платить полный ущерб. Дальше Мишна продолжает, сказала. Зубы и ноги животному, они считаются всегда бодливыми. То есть изначально животное ест то, что видит на дороге своей, и разбивает то, что видит на дороге, поэтому Шен Ве Регель сразу считается бодливыми. Первый раз животное нанесло ущерб своими зубами или своими ногами, хозяин будет платить. А мы сказали бык, который зашел на чужое поле, и там за бода в первый раз спор между Раби Тарфон и Хахамим. Хахамим говорят, все равно это считается ущербным врагами в первый раз, он считается спокойным быком. Уплоть в 50 процентов, Раби Тарфон говорит нет. Это в общественном владении. Зашел на эту территорию, будет платить полный ущерб, как будет написано в Мишне на 24-м листе. Мы сегодня с вами на 15-м листе. Как бы там, Мишна продолжает и говорит. Хаза эф, вега ари, вегадо, вега намер, вега бардилас, вега нахаш, аре элю муадим. Волк, лев, медведь, намер, это леопард, по-другому обезопасными. Вега бардилас, бардилас, есть разные мнения, что это бардилас, читает, которые говорят, и другое, что это гиена, хаина. И змей, они всегда считаются бодливыми животными. То есть, это животные, так как они дикие, они по природе свои вредители. Кусают, убивают и так далее. И это тоже считается подразделением ущерба, понанесенного рогами, поэтому они считаются вредителями. Теперь говорит Мора. Дальше говорит, и, но, говорит Мишна, раби лазару мер, без манши ген бне торгут, энан муадим. И если эти животные дрессированы, то есть, они сделали домашними животными, медведь, волк, всех, всех можно надрессировать. И они не будут считаться бодливыми, если они домашние. Кроме, говорит Мишна, что змей, он всегда бодливый. Сколько змея не учи, сколько за ним не ухаживает, змей всегда змей. Он все равно свое дело сделает. Ужарит, удушит, как питон, например, да? Вот эти такие красивые животные, которые Всевышний Союз сделал, это волк, это медведь. Это, мы сказали, леопард. Это питон, как он убивает, он не жалит, но он душит свою жертву, может проглотить крокодила живьем, целиком. Есть фотографии, я думаю, проглотую. Дальше. Теперь у Нодаба, у Нодаба, к нему обратился человек, который был богатый при деньгах, в деньгах он не нуждался, он говорит, я хочу спорт. Тогда какой был спорт? Охота. Могу я пойти на охоту или нет? Имею ли я право поторить охотиться или нет? Он сказал, смотри, если бы это тебе нужно было для пропитания, еще можно было этот вопрос разобрать, можно охотиться или нет. Но, если тебе это не нужно для заработка, то, скорее всего, ты не имеешь права идти на охоту. Во-первых, нельзя убивать зря животных, несмотря на то, что Мара говорит, что если есть вредное животное, то нужно его убить, чтобы оно не навредило. Животное, которое он может убить, я знаю, лев зашел в город или еще кто-то и так далее, их нужно убить. Но здесь, когда нужно убить, когда они пришли к тебе вредить, но тебе нету мысли пойти и искать, чтобы их там убить. Они тебе не вредят лицу, ты не должен ходить на охоту. Кроме этого, есть то, что называется царь Балихаим, у нас запрещено мучить животных, делать животным больно, у нас тоже запрещено. Кроме этого, когда ты туда идешь, ты подвергаешь себе опасности, это место сакана, куда ходить не нужно. Дальше. Мишна сказала, Мишна дальше объясняет неинтересно, приводит, обсуждает, что это за животное Барделас, и Барделас в конце которого приходит к мнению, что это гиена. И гмора приводит разные непонятно, просто по гморе, что эта гиена, она сразу так не получилась, она каждые 7 лет перевоплощается. Сначала там, я знаю, была как маленький цигр, потом стала как летучая мышь и так далее. Если мы посмотрим на самую гиену, это, наверное, самое страшное животное, которое есть в сафари, и оно тоже очень необычное, с широкими плечами, и у него самый сильный ухват. Гиена – это единственное животное, которое может ломать и есть кости. Три. Три. Поэтому, например, там на природе слон умер, может быть, из-за него много болезней, да, его плоть, его тушу съедят другие животные, но кости. Там могут распространяться инфекции, вот эти гиены приходят и могут и едят вот эти даже кости этого слона или других больших животных. Как бы там ни было, мора говорить, что 7 раз, 7 раз, мора говорит, человек, который во время мудима не кланяется, через 7 лет его позвоночник превратится в змея. Первый раз говорит, что не обязательно, что это так случится. Но идея в чем? Идея в том, что, не знаю, что это физически случится, но идея в чем? Идея в том, что мудим, что это? Мудим – это, когда мы говорим спасибо Богу. Все благословения за нас, шмурнайса, шалях, цибунь может постарить, и мы говорим бархобушему и амен. Но когда мы доходим до мудима, я тебя благодарю, говорит Хахамим, ты не можешь через кого-то другого поблагодарить. Ты сам должен признать, самый тяжелый человеку сказать спасибо, особенно своей жене или своему мужу. Почему? Мы думаем, они мне должны, что они мне? Что, она для меня обет сварила, она для себя тоже сварила. Но как бы там ни было, поэтому за неблагодарность, самое неблагодарное животное, кто был змей. Хахамим, говорят, было два существа, которые Бог создал, которые ходили прямо. Это человек и змей. Все другие ходили на четвереньках, на четырех ногах. И так как змей использовал свой статус, он тогда был царем зверей. Змей использовал свой статус прямоходящего, против Всевышнего у него убрали. Поэтому он, в отличие от всех животных, у всех животных есть ножки. Есть ноги и ножки, они немного выше на земле. Но этот змей, он ниже всех животных. Он прямо ползает своим брюхом на земле. За то, что свой статус использовал против Бога. Кроме этого, у него была зависть. Зависть к Адаму, что у него была жена, у него были помощники, которые ему обслуживали и так далее. Как бы там ни было, у него есть свой статус потеря. Мишна сказала ревица. Что это ревица, что животные, которые были там, скажем, раньше обычно были такие глиняные кувшины. Легла на эти кувшины и раздавила их, или на что-то другое раздавила. Это подразделение ущерба через рога. То есть, мы раздавили, что это необычно, чтобы корова на что-то легла и раздавила в отношении больших кувшинах. Почему на больших кувшинах она не ложится и не ломает? Поэтому, если она разлеглась, это животное, это корова, на маленькие кувшины, это обычно то, что она делает, тогда это будет подразделение нарушения ногами. Как животное ходит, по дороге все ломает, не обходит, но уже. Поэтому большие кувшины разломала. Это считается, что она разбила рогами, когда легло. А если маленькие кувшины, разбила ногами. Почему разница, мы с вами говорили, будет половина оплаты или полная оплата. Дальше. Афилю, второе мнение, вторая версия. Это обязательно говорят нет. Афилю пахим ктани на милаб уфигу. Даже на маленькие кувшинчики, на маленькие сосуды обычно корова или бык не ложится. И поэтому это всегда будет считаться ущерб. Как подразделение рогами, в первые три раза это будет 50% ущерб. Дальше. Шмуэль говорит, что лев, мы посмотрим, в общественном владении, забрел этот лев в город. Или у человека был дома лев. Например, в Савутовской Аравии. Я знаю, там в Дубае у людей животное читая. Я не знаю, как по-русски это читая. Рыз, что рыз, у них свое вот это животное, вместе с ними, если у нас в Америке водят собак, они водят рыз. И рыз, оно очень, самое быстрое животное в мире это рыз. Тогда, как они говорят, интересная вещь, почему у нас написано утром, когда мы читаем быть, я знаю, быстрым как олень, легким как орел и так далее. Почему мы не говорим быстрым как рысь? Рысь бегает быстрее, чем олень. Но, недолго. У рысы не хватает сил бежать больше, чем 1-2-3 минуты. Потом она выдыхается. Олень же бегает быстро и очень долго. Поэтому еврей должен быть как олень, не как рысь, навременно стать соблюдающим. И только на шаббат проходить в синагогу, он должен быть как олень, каждый день исполнять волю Всевышнего. Не останавливается. Как бы там ни было, поэтому мы говорим так. У человека был лев. Он вышел лев на улицу, и там свою жертву он загрыз, но не до конца. Лев, обычно раньше, обычно это было, по крайней мере, во время гморы, лев ел свою добычу живьем. До конца ее не убивая, он ее съедал. Поэтому, если так произошло, то хозяин этого льва, обычно это не, то хозяин этого льва, не отвечает за этот ущерб, который этот лев нанес. Потому что обычно, как мы сказали, он не убивает и ест, а я в биршут, а не зая. Когда и это посчитается подразделением, нанесенным зубами животного, а за этот ущерб хозяин животного отвечает только если это произошло на территории пострадавшего. То есть, если моя корова съела что-то в общественном месте, я за то, что она съела, платить не должен. Корова идет, корова по дороге ест. Но если она забрела на чужое поле, я не имел права ее туда пускать, поэтому даже обычно она ест, за ущерб, нанесенный зубами, отвечает хозяин полностью. И здесь тоже, big seal, это нарушение его зубами в общественном месте, поэтому отвечает за него полностью. Мы уже прошли про змею, мы сказали, что всех животных можно надрессировать, кроме змеи. Всех можно воспитать, но змея остается змеем. Дальше. Тараф 4. Тараф веахал хаяф. Но если он разорвал, или сначала, вернее, убил свое животное до конца, этот лев, и потом его съел, тогда его хозяин должен будет заплатить за этот ущерб. Почему? Тараф лав урфигу. Обычно он не убивает. Но Гмара говорит, когда не убивает. Он не убивает, когда ест сам. Но Гмара говорит, что да, лев убивает. Да, для своих детей он убивает, чтобы эту жертву туда донести, мертвый. Для своей львицы он убивает сначала и потом приносит. Но для себя обычно лев съедает полностью. Раши говорит, кто-нибудь, которые говорят, что в этом случае, даже если он убил и съел, хацинезек, он вносит половину ущерба. Почему? Несмотря на то, что лев всегда считается бодливым. То есть за первый раз уже хозяин должен заплатить за полностью за его ущерб. Когда? Когда он хочет нанести вред. Если он хочет съесть, тогда это считается ущерб в подразделении, то, что сделано зубами. И это необычно, как он съел. Поэтому это считается уже, как будто он западал рогами. И поэтому вот здесь он считается, как небодливым. Дальше. Мара объясняет то, что мы сказали до этого. Что если лев съел его еще живым, свою жертву, это обычно то, что он делает. Убил и съел, это необычно. Но если дикое животное забежало во двор другому человеку, и там загрызло барашка. Леонид Мишель, но не стопить сразу съесть, а оставил его на потом, сохранить. Тогда хозяин должен будет заплатить за ущерб полностью. Считается, что он нанес ущерб своими зубами, платит полностью. Теперь был случай, человек с собакой зашел в автобус. И собака так напугала этого водителя автобуса, что он чуть не потерял управление. Был там человек, который эту собаку пристрелил. Теперь хозяин подал на него в суд, сказал, какой ты имел право мою собаку пристрелить. Должен он заплатить за ущерб или нет? Скорее всего не должен, потому что то, что этот шофер, владитель этого автобуса испугался, он подвергал всех, которые были в этом автобусе, опасности. Эта собака подвергала, поэтому, скорее всего, за этот ущерб тот, кто эту собаку ликвидировал, платить не будет. Следующая Мишна говорит. Какая разница между быком, который считается спокойным, и быком, который считается бодливым? Сказали, бык, который забодал первые три раза, он считается спокойным. После трех раз, считается уже бодливым. Мишна говорит так. Там Мишалем Хацинезек Мигуфо. Бык, который считается спокойным, не бодливым, его хозяин платит 50% ущерба, который он нанес по стоимости этого быка. То есть, если этот бык стоит 1000 долларов, он забодал быка, который стоит 5000 долларов, он должен заплатить за половину ущерба. Сколько должен заплатить? Две с половиной тысячи. Но сам бык, который забодал, стоит всего 1000. Сколько платит? 1000 долларов. Тот бык, которого забодали, он потерял. Почему? Откуда мы это знаем? Написано в Торе. Когда один бык забодал другого, в первые три раза. Ум махру, это шорахай, вехатсу, это каско. Объясняет Раши, этот послу говорит, что этого быка, живого, который забодал, продают. И деньги, которые выручили, разделяют на двоих. Поэтому здесь видим, что максимум, что этот бык может заплатить, половину ущерба и максимум своей стоимости. Кто ведет из чата? А? Учата, кто ведет? Муат, Мишалем, Незек, Шалем, Мина, Алия, Бедин ведет учет. Бык, который бодливый. То есть уже три раза он забодал, его хозяина предупредили. Твой бык-вредитель бодливый, он его не охранял, платит полный ущерб. Поэтому если этот бык забодал, расставтал машину, которая стоит 100 тысяч долларов, я не знаю, Мерседес какой-нибудь или там Феррари, сколько бы этот бык не стоил? 1000 долларов, 5000 долларов, его хозяин заплатит полный ущерб. Как он говорит, Муат, Мишалем, Незек, Шалем, Мина, Алия. Его хозяин платит ущерб полностью из своего лучшего имущества. И здесь Раши говорит, почему не половина, потому что про это написано, Ешалем, Шорт, Тахата, Шорт. Заплатит быка вместо быка. И здесь мы не говорим ничего про забодавшего быка, что мы его раздираем и так далее, поэтому платит полностью ущерб. А если человек забодал в первый раз? Если человек, мы даже посмотрим, что он платит, там есть выкуп, который платит выкуп за его людей. А? Умер человек. Платит выкуп за него, платит, и быка забрасывают. Бедзин решает, что делается, забрасывают камнями, быка убивает. Убивает. Хозяин, скорее всего, будет не виноват, потому что обычно быки не бодаются. Но если он бодливый, тогда он будет отвечать за него тоже. Дальше. Мара говорит, что? Мина Алия, кто значит, должен платить этим лучше? И при Меуле Шебен Хасаб. И Мара приносит дальше объяснение, которое послуг использует вот это слово. У нас был праведный царь, которого звали Хискияу Амелех. Написано про него. Ваишка в Хискияу има Водав и лег Хискияу со своими праотцами. Ваикверуху бемаале кевре бне Давида. И похоронили его в лучших могилах дома Давида. Где это, объясняет Мара, похоронили его рядом с Давидом Амелехом и рядом с Шломом Амелехом. Это ваша уль? Кому? Кому? Сейчас. Вон. Пять. Он примерно жил за 800 лет до нынешнего отчисления во время первого бета. И дальше был очень праведный царь, который вернул евреев к изучению Торы. В его время написано, что проверили маленьких мальчиков и девочек с севера на юг, с востока на запад. Все они знали все законы Торы. Самые тяжелые законы, связанные с нечистотой и чистотой Тума и Тара, эти дети знали так, как надо. Теперь, интересно, до этого Мара говорит, что был Ермьям Амелех, который предупреждал о разрушении первого бета Мигдаша, но вместо того, что его слушать, евреи его преследовали. И подозревали его, что он имеет отношения с блудницами или даже, не дай бог, с замужными женщинами. Как? Объясняет комитет. Говори, как подозревали Мушеробену тоже. Почему их подозревали? Они были настолько святыми, что они уже со своими женами не жили. Сказали, а вы со своими женами не живете? Наверное, живете с чужими женами. Говорит Мара, для чего именно такие? И первое, что они хотели этого пророка убить, хотели, чтобы он умер, который им хотелось спасти от разрушения бета Мигдаша. Поэтому они сказали, что подозревали его в отношениях с замужными женщинами, наказание за эту смерть. Но даже с блудницами они бросили его в яму, во влажную яму, чтобы он там умер. Интересно, Ермяв молится Всевышнему за тех людей, которые его мучили. Говорит, Бог, я тебя прошу, когда они будут давать цитаку, ты пошли им неправильных людей. Чтобы цитака, которую они дали, на самом деле этот человек обманщик, и ему не нужно давать цитаку. Первое, вроде на первый взгляд, что он молился, чтобы цитака им не засчиталась. Но мы с вами говорили, что Аллаха говорит, что человек хотел сделать митцву. Не получилось. Считается, что он сделал митцву или нет? Считается. Намерение еврея сделать митцву считается за действие. Поэтому даже человек, который пришел и отдал цитаку, он, может быть, не нужно было. Например, в наше время жил Адмор Мисатмер, который, можно сказать, в Америке весь хасидизм он после войны восстановил. Когда он скончался на его похоронах, Рапшах, Зацаль сказал так. Однажды к нему пришел человек. Плачет, Халфаджон, я болею, у меня такая болезнь, у меня дети, девочке нужно выдать замуж. У меня так и так. Он так плакал, ему так стало его жалко. Все, что у него было в кармане, в шкафу, где еще было, он все свои деньги ему отдал. Человек забрал деньги и ушел. Зашел потом его ученик и сказал, вы знаете, что этот человек обманщик. У него ни детей, ни кто, у него ничего не болит, у него все нормально. Рапшах сказал, спасибо, что ты ко мне пришел. Что я так за него переживал, что он так страдает. Ты мне сказал, что у него этих страданий нет, что этот еврей так не страдает. Спасибо тебе за то, что ты мне облегчил. Облегчил мое сердце. Он говорит, я за него переживал, я за него страдал, я почувствовал его страдания. Поэтому теперь мы видим, как настоящие мудрецы смотрят на жизнь и на деньги. Другой был бы, ох, сколько денег я потратил и так. Поэтому Равзуша объясняет, был праведник Равзуша 200-300 лет назад. Был у него человек, увидел, что никто не знал, что он большой рабай, не знал, что он праведный человек. Он стал, этот его сосед, знакомый, давать ему деньги. Дает, дает деньги. У него, помогает ему, бизнес идет, все идет. Потом он узнал про Равзуша этого Равзуша. Он говорит, если я ученику даю ЦДК, и у меня бизнес идет так, как надо, и еще лучше, если я буду давать его Равзушу, то тогда у меня будет бизнес идти, и все лучше. Он прекратил давать ему, и стал давать его Равзушу. В конце концов, бизнес обанкротился. Он пришел, говорит, я вижу, что ты ЦДК, но твой рабай же больше, чем ты. Почему так? Он говорит, ты должен знать. Пока ты давал ЦДК, не проверяя, что он за ЦДК, кто больше, кто меньше, тебе тоже давали благословение, не проверяя. Но когда ты стал копаться и проверять, тебя тоже стали проверять, заслуживаешь ли ты это благословение или нет. Поэтому объясняет то, что Ермяу сказал, Бог, пошли им людей, которые не заслуживают ЦДК, что они давали ЦДК, не ради ЦДК, а из-под палки. Все дают, но как я не дам? Не битва. Но несмотря на это, Ермяу сказал, они такие грешники, что они не заслуживают спасения и освобождения. Поэтому пусть они дадут ЦДК, не проверяя, человек заслуживает или нет, и вот в эту заслугу он просил, чтобы Бог спас еврейский народ, и Бет-Амикдаш не был разрушен. Как бы там ни было, говорит Марадаши так. Про Хискиява Мелех, который был праведным царем, говорит так, что когда он скончался, ему сделали Большой Ковод. Большой Ковод ему сделали, когда он скончался. Что сделали? Она приводит три мнения. Первое. На его могиле перевели учеников, было там Ешива, и они учили там Тору. По одному мнению, три дня, по одному мнению, семь дней, по одному мнению, тридцать дней. Объясняет, мы знаем, что человек на кладбище не имеет права заходить в Стецьот, который висят. Почему? Потому что он как бы показывает, слушай, ты уже там, ты мецелот не можешь исполнять, ты уже лежишь в могиле, а я могу. Чтобы как бы их не задевать. А как могли там изучать Тору? Хахамин говорят, это касается тех людей, которые мецелот исполнять не могут. Но Хахамин говорят, человек, который говорит Девре Тора, со слов мудреца, который скончался, губы этого мудреца в могиле двигаются. Поэтому они на этом месте, на его могиле, по объяснению мудрецов, по объяснению гморы, изучали Тору, который учил Хискиява Мелех. Поэтому это не было издевательство над ним, а это наоборот, его губы вместе с ними в могиле разговаривали. Первое. Второе. Когда его хоронили, 36 тысяч человек разорвали одежду настолько, что были видны их плечи. Третье объяснение. Взяли цифертору и положили на его гроб перед похоронами и сказали, тот, кто лежит в этом гробу, исполнил то, что написано в этой циферторе. Дальше. Кроме этого, дальше мы посмотрим, говорит Гмора так. Кто? Гмора, а сегодня, когда Тармид Хахам скончался, в наши дни, Гмора тогда говорит, это было Хискиява Мелех в первом бетаме. Гмора было написано после разрушения второго бетаме. Примерно через 800, через 1000 лет в Хискиява, в первом бетаме. Как в наше время почитает мудреца Тору, он говорит так. Продолжение следует...